Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости канала. До нового года осталось чуть больше двух месяцев и я решил уже готовить какие-то праздничные блюда, чтобы у вас были идеи для новогоднего стола. Сегодня хочу я вам предложить рецепт запеченной утки с картофелем. Такая утка с картофелем получается очень вкусной, ароматной, нежной, ни одного сухого кусочка. В общем идеально подходит для праздничного стола, единственное сервировку сами придумывайте, у меня не получилось. Кого заинтересовало, желаю приятного просмотра. Итак, для начала приготовления утки с картофелем я ставлю 400 грамм картофеля вариться до готовности, но только так, чтобы он не разваривался. По времени я сейчас засеку и вам потом скажу. Добавляю чайную ложку соли и накрываю крышкой. Теперь перейду непосредственно к самой утке. Весом у меня утка полтора килограмма. Что я делаю? Для начала мне нужно удалить у этой утки жир и аргузок. Утку я не покупал, по случаю так получилось, что меня угостили ею, поэтому решил вот приготовить для видео рецепт запеченной утки. Так как утку готовят в основном на праздничные дни, а так как впереди у нас наступает Новый год, почти через два месяца, думаю рецепт этот будет подходящий, тем более он не замороченный и простой. Все. Удалил жир, удалил нагрузок. Теперь мне необходимо эту утку обдать кипятком. Кладу ее в чашку и поливаю кипятком, только что закипевшей водой. Это нужно для того, чтобы свернулась кожа. Так, кожа постепенно сжимается. Все. Кожа утки сжалась немного из-за кипятка. Перекладываю ее обратно в тарелку пока. Все по-хорошему, ее положить нужно в дуршлаг, чтобы стекла вода. Но у меня нет такого большого дуршлага, поэтому я просто переложу ее в тарелку. Теперь эту утку мне необходимо наколоть вилкой. И делать это нужно по расстоянию близким друг к другу. То есть очень-очень часто. Все-все места. Ну все, думаю, достаточно накалывать утку. Перекладываю утку в чашку. Беру небольшую пиалу. В нее кладу пол чайной ложки черного молотого перца. Чайную ложку соли. Чайную ложку горчицы. Она у меня очень острая. Если берете какую-нибудь там магазинную, то можете добавлять больше. Эту я сам заваривал, поэтому она у меня очень острая. И 2 столовые ложки меда. Также добавляю сюда чайную ложку копченой паприки. Если нет у вас копченой паприки, можете не добавлять. По сути, она только придает аромат и красивый цвет. Все это перемешиваю. И теперь этой смесью мне нужно обмазать всю утку. Снаружи и внутри. Начну, наверное, с внутренней части. Если у вас утка будет побольше, то, естественно, и смеси делайте больше. У меня утка полтора килограмма. Мне этой смеси вполне хватает. Хорошо обмазываю утку всю тщательно. Вариантов приготовления утки существует очень много. Я вам показываю самый такой простой. Потому что существует там и всякими мандариновыми, апельсиновыми, соусами, глазурями. Там инжирными, сливовыми. Я просто делаю. Обмазываю всем известной смесью горчицы и нудом. Ну и добавил от себя еще немного копченой паприки. Помню готовить. Научился я очень поздно утку. Так как в колледже, учась на повара, как готовить утку нам не объясняли, не показывали. Я ее научился готовить самостоятельно. Признаю, самая первая моя утка, которую я приготовил, получилась очень сухой. Наверное, как бумага. Ну, потом уже путем проб и ошибок я все-таки научился готовить вкусную, сочную, красивую утку. Все. Обмазал я всю утку снаружи и внутри. Пусть теперь пока лежит. Ждет, пока приготовится картофель. После закипания прошло 10 минут и мой картофель уже готов. Поэтому я выключаю плиту и снимаю его. Картофель переложил на тарелку. Не пугайтесь его виду, потому что он плохого качества, поэтому наружная часть слегка развалилась. Теперь этот картофель я закладываю во внутрь утки. Теперь мне нужно зашить вот эту промежность будки. беру большую иголку и начинаю зашивать. Кстати, во внутрь можно еще положить для аромата каких-нибудь трав, типа тимьян, базилик и еще можно добавить чеснок. Все. Промежность утки я зашил. Вставляю такую длинную нитку, чтобы было видно, где она. Далее я взял, завернул всю утку в фольгу, не смазывая растительным маслом, так как в ней много жира. И теперь отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов на 1 час. Час запекания утки прошел. Теперь я открываю фольгу. Как я и говорил, много вытопилось жира. Смазывать ее не нужно было. И все. Теперь оставляю еще на полчаса. Время готовки утки окончено. Она у меня подрумянилась. Много сока из нее вышло. Кстати, забыл сказать, что последние полчаса готовки утки прошли при температуре 220 градусов. Это нужно для того, чтобы она подрумянилась хорошо и дошла до готовности. Теперь оставляю ее на полчаса, чтобы она немного остыла. При этом накрываю ее фольгой. Полчаса прошло. Раскрываю свою утку. Удаляю нитки. Аккуратно извлекаю картофель на блюдо. Аромат, кстати, обалденный. Картошка немного разварилась. Но из-за того, что она была плохого качества, я решил сэкономить. Купил ее в магните. Так что такой вам мини-обзор на картошку из магнита. То она плохого качества. Но зато будет очень вкусная. Так, утку перекладываю на доску. И начинаю ее разделывать. Ну все, утку я разделал. Конечно, красиво не получилось. Но вы сами там, когда будете разделывать, на свою фантазию разложите. У меня к тому же не было большого блюда. И я уместил на такую тарелку. Ну а так получилось все вкусно. Она ароматная, я уже попробовал. Картошка мягкая, вкусная. Пропиталась соком утки. Сама же утка тоже ароматная, сочная. Ни одного кусочка сухого нет. В общем, если будете по такому же рецепту, как я, готовить, у вас все получится. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь. Делитесь с друзьями. Пишите свое мнение в комментариях. Мне оно очень важно. И я буду всем отвечать. И желаю всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok